Всем привет! Вы знаете сколько времени? Время 6 часов вечера. Я только включила камеру снимать влог. Весь день ничего не снимала. Уже сходила, забрала Димочку сады. Дима там играет в зале со своими игрушками. А мне надо приготовить ужин. И я так подумала, сегодня такой вкусненький-привкусненький ужин будет. Вроде просто приготовление, но должен быть вкусненький. Думаю, надо взять вас с собой и вместе с вами приготовить. Хочу, девочки, вот тут у меня кусочек свинины доставала, размораживала. Хочу приготовить свиные рулетики. На них будут макарошки. Свиные рулетики хочу нафаршировать лучком морковочкой жаренными. Обжарить и потом потомить в сметане в духовке. Мне кажется, будет обалденно вкусно. Такая вот идея мне сегодня пришла на ужин. И думаю, что готовить одно и грустить, скучать. Возьму вас с собой, поболтаю с вами и заодно приготовлю поесть. Итак, беру кусочек свинины. И мне его сейчас надо нарезать на кусочки и отбить на стейки. Ну как на стейки, на лепешечки, на отбивные. Отбить его, чтобы в них можно было закрутить это. Но сейчас, прежде чем браться за рулетики, я приготовлю начинку. Начинка вообще самая простая. Просто будет жареный лучок и морковь. Сейчас быстренько все это почищу. Поставлю обжариваться и берусь за мясом. Итак, с самого начала я приступаю за приготовление начинки. Как уже и говорила, начинка самая простая, самая элементарная. Это лук и морковь. Ну, вообще, конечно, можно было бы заморочиться, сходить в магазин. Я не знаю, купить, может быть, шампиньоны. Можно было бы туда грибочки добавить или еще что-то. Но, если честно, мне было лень идти в магазин. И я решила готовить из того, что уже точно есть дома. Как бы лук с морковью были. Поэтому быть такой простой начинкой. Но, забегая вперед, хочется сказать, что получилось безумно вкусно. Очень вкусные рулетики получились. Томленные в этом сметанном соусе. Невероятно вкусно. Особенно в сочетании с макаронами. То, что на макарошке можно было полить этот сметанный соус. Это было просто обалденно. Почистила, потерла на терке одну морковь. Сразу отправила ее обжариваться на сковороду. Затем почистила еще две луковицы. Нарезала их средним кубиком. И тоже отправила обжариваться вместе с морковью. Далее я приступила за мясо. Мясо нарезала на небольшие стейки. Некоторые у меня кусочки получились совсем маленькие. В итоге, когда я их отбивала, я решила, что совсем маленькие буду соединять друг с другом. Чтобы получились более крупные лепешки. Чтобы можно было завернуть полноценный рулетик. А какие-то получились нормальные кусочки. И я просто его отбивала. И уже в дальнейшем в него заворачивала рулетик. Итак, нарезаю мясо на стейки. И хочу, пока буду готовить то-се, немножечко подвечать вам на ваши вопросы. Вопросов опять скопилось. Под разными видео задавали разные вопросы. Я их все собрала в одну кучу, так скажем. Все выписала, сохранила. И сейчас буду потихонечку вам на них отвечать. Так, как говорится, и кушать приготовим, и поболтаем вместе с вами. Один вопрос был такой достаточно интересный. Люба, у тебя когда-нибудь были прозвища? И если да, расскажи какие. Да, у меня были прозвища. И даже не одно, а целых два. Ну, раз вам интересно, расскажу. Одно прозвище у меня было свекла. Да, меня какой-то период называли, ну, как бы компания, так скажем, моих друзей, с кем я дружила, с кем я общалась, называли меня свеклой. Почему? Потому что в девятом классе, когда я училась, я помню, только-только пошли вот эти вот тоники для волос. Ну, такой прям был писк моды. Ими пользоваться. Сейчас, конечно, ими никого не удивишь. Но тогда они вот только пошли, и я тогда решила перекраситься в ярко-ярко-красный цвет. Я еще помню, смотрела этот «Дикий ангел», и там Наталья Орейра, у нее тоже были такие красные волосы. И я, когда еще смотрела этот сериал, мне тоже всегда хотелось, чтобы у меня тоже были такие красные волосы. И я помню, когда были вот эти вот тоники, пошли в продажи, я училась в девятом классе, и я прям загорелась, что я хочу срочно покрасить себе волосы в красный цвет. И вот этот вот тоник, он не то, что, знаете, окрасил в красный, я просто была вот огненно-алая, огненно-алая. У меня такой был яркий, насыщенный цвет, вообще невероятный на голове. Но мне нравилось. Единственный был минус, что все наволочки на подушках, на которых я спала, все окрашивались в этот красный цвет. Ну, ничего, не знаю. По-моему, мама их как-то отстирывала, не помню уже. Но вот помню точно, что у меня подушки постоянно окрашивались. И вот когда я ходила с таким цветом волос, как бы, ну, вот в моей компании друзья все меня стали называть Смеклой. Вот. А еще второе прозвище у меня было связано с моей девичьей фамилией. Моя девичья фамилия была Мурашкина. Вот. И когда я уже была студенткой, в школьные годы как-то, не знаю, у меня как-то, к моей фамилии не было никакого прозвища. А вот именно когда я уже стала студенткой, там все меня стали называть Мурка. И как-то вот, ну, Мурашкина Мурка. И вот как-то оно тоже, вот все-все мои студенческие, как бы, года, вот эта вот Мурка была за мной закреплена на постоянно. И я помню, как-то услышал мой брат двоюродный, что меня так называют. И ему тоже это как-то так, знаете, особо полюбилось. И хочется сказать, что мой двоюродный брат уже, несмотря на то, что уже столько лет прошло со студенческих времен, но он до сих пор меня называет Мурка. Не по имени, а именно Мурка. Не знаю, вот брат до сих пор остался. Ну, как бы студент, студенты, конечно, уже я практически ни с кем не общаюсь, кроме там одной девчонки, она, конечно, меня называет по имени. Вот такие вот у меня были два веселых прозвища, свекла и Мурка. Так, ну, а я пока вот вам отвечала на один вопрос, у меня уже отбились, так скажем, все кусочки мяса. Что я делаю? Я каждый кусочек смазываю сметанным соусом, сметаном, как я его делала, то есть сметана, туда 2-3 зубчика чеснока на мелкой терке, соль, черный молотый перчик и добавила специю к мясу. Вот такой вот соус, я им смазывала эти рулетики, а внутрь, как вам уже говорила, обжарила лук с морковью, выкладывала вот этот жареный лук с морковью, заворачивала и сразу же, как только вот заворачивала рулетик, сразу выкладывала его на сковороду. Обжариваться швом вниз, это обязательно, как пирожки, швом вниз, самый первый раз, чтобы, ну, они не разошлись, эти рулетики. Обжарила так, ну, как на высокой температуре обжаривала, чтобы они так хорошо зарумянились, хорошо схватились и только уже потом стала их перекладывать в форму для запекания. Приступаем к следующему вопросу. Вопрос, казалось бы, такой безобидный и простой, но хочется сказать, что ответ на него будет немного мистический, но буду отвечать честно, так как вот правда со мной происходит. Следующий вопрос, Люба, тебе когда-нибудь снились вещи и сны? Вы знаете, да, и мне снятся вещи и сны не один раз, они всегда снятся в одной и той же тематике. Изначально, когда первый раз мне такое приснилось, я была рядом с родственницей, с пожилой, так скажем, и я спросила, к чему бы это могло быть, она мне, когда рассказала, к чему это, я была в шоке, и это в итоге сбылось, и в дальнейшем я стала замечать, что мне стали потом, ну, с регулярностью сниться эти сны, но не так, что каждый месяц и лето, но я имею в виду, что, допустим, там года полтора-два прошло, опять этот сон приснился, и опять, значит, происходило это событие. Ой, я даже не знаю, стоит ли это рассказывать. В общем, мне всегда снится сон, что как будто бы я нахожусь в каком-то помещении, и в этом помещении очень-очень много кошек, котят, котов, огромное количество, ну, то есть их, знаете, там штук 200-300, их огромное количество, невероятное. И как будто они все ко мне, ну, идут, всеми учат, и я понимаю, что они все истощённые, они все голодные, и что мне их надо хоть чем-то накормить. И вот я пытаюсь, ну, у меня, как правило, как бы с собой еды не особо много, но что-то у меня есть во сне, и я вот пытаюсь вот это вот что-то разделить на всех этих котят, кошек, котов. Я пытаюсь как-то, ну, допустим, у меня, не знаю, кусочек хлеба, и я вот этот вот кусочек хлеба там как-то крошу, и этому, чтобы дать, и этому, а они все лезут, и лезут, и вот, ну, все просят, и просят, все голодные. Ой, в общем, в общем, кормлю голодных кошек. Немножечко прервемся, показываю вам, вот обжариваю рулетики, которые накрутила, и оставшийся лук с морковью я отправила в свой сметанный соус, плюс то масло, в котором, и сок, который дали вот эти мясные рулеты, я после обжарки тоже отправила в этот сметанный соус. Все это в итоге заливаю вот этим сметанным соусом, он получается с луком, с морковью, там, плюс вот этот жирок от обжарки рулетиков, все вот это заливаю, накрываю фольгой, и убираю в духовку 180 градусов на час. Фольгу я в течение часа не снимала, то есть вот так вот они все время накрытые фольгой у меня и были. Сейчас немножечко прервемся, у меня тут небольшой кусочек, где я говорю, а потом будет опять, дальше продолжим отвечать на вопрос. Все, рулетики у меня в духовочке, готовятся. Поставила кастрюльку с водичкой на то, чтобы сварить макароны. Макароны уже открыла, вон пачку. Как закипит, надо будет забросить их. И я берусь, девчули, вот заверх кухни. Здесь у меня работы вообще немного. Они не такие грязные, эти шкафчики, но все равно где-то что-то тоже, ну, может быть, где-то какой-то ссор, может быть, что-то такое. Ну, вот так вот, чтобы прям заляпанные, чтобы прям тереть меламиновой губкой, я не буду. Я просто навела вот мыльную водичку, обычная кухонная тряпочка, и просто, как говорится, там подосвежить эти верха. И все, с кухней я тоже закончила. Низ, как вы знаете, у меня уже полностью помыт. В два этапа я его мыла. Остался третий этап, это верх кухни. Ну, и пока я буду мыть верх кухни, будем продолжать с вами болтать. Итак, я не договорила, все никак не могу ответить на второй вопрос. И, в общем, после того, когда мне приснился такой сон, я вот вам уже сказала, я поговорила с такой пожилой женщиной, я говорю, к чему бы это могло быть? И она так, знаете, подсокола, головой помахала и говорит, Люба, это к похоронам, это к поминкам. Это ты будешь кого-то хранить из близких, и как бы устраивать будете поминки этому человеку. Ну, конечно, знаете, такое вещание сна было немного для меня жутковато. И я такая, да ну, кто у нас может умереть? Все молодые, все здоровые, все живы. Но в итоге так оно и произошло. Буквально на второй или на третий день после этого сна нам пришла такая весть, что у нас умер папа. Папа у нас сгорел. Ну, как мне он отчим, а Катя и Вика, мои родные сестры, они от него. Вот, то есть это мамин второй брак получается. Я ему воспитывалась с трех лет, и как бы, естественно, себя до трех лет я не помню, а вот с трех лет я себя помню, и я всю жизнь всегда его называла папой. Ну, потом как бы я понимала, что у нас и фамилии разные, ну, как бы уже когда выросла, я понимала, что он не родной мой отец, но для моего сердца, для моей души он всегда был для меня родным отцом. И как бы, конечно, это было страшно, горько, такое узнать. Вот, папа у нас сгорел, не хочу вдаваться в подробности, в своем доме он у нас сгорел, был пожар, и, ну, конечно же, мы его хранили. Естественно, хранили, устраивали помины, ну, все как положено. В общем, такой вот был нехороший сон. И потом, спустя какое-то время, мне вновь приснился подобный сон, ну, вот практически вот все то же самое, и когда я уже проснулась, я уже понимала, к чему он, этот сон. Самое страшное для меня это то, что я никак не могу повлиять на это событие, и этот сон, он мне не дает никакой намек, ну, допустим, ну, кто это должен быть, да, то есть вот он просто как бы вшифруется, что вот будут помины, что умрет какой-то близкий человек. А кто это, что это? То есть я это, знаете, к чему, что зачем мне вообще это снится? Просто зачем? Если я не могу никак повлиять на это событие, если бы там хотя бы как-то в этом сне, допустим, говорилось про какого-то человека, да, с которым это должно произойти, и я бы, может быть, ну, мне, как говорится, миссия свыше, что как-то его предупредить, да, как-то с ним связаться, что будь осторожней, там, береги себя, смотри, сейчас никуда не выходи, там, мне нехороший сон приснился. Но нет никакого намека на то, с кем это должно произойти, то есть просто констактируется, да, факт, что вот это вот произойдет. И в итоге, ну, говорю, после этого случая мне еще где-то раза четыре снился подобный сон, и каждый раз это, ну, как бы это все подтверждалось, то есть у меня потом умирала бабушка, моя любимая, которая тоже меня выненчила все мое детство, все мое детство, вот это самые наитеплейшие мои воспоминания, как она меня любила, как она меня нянькала, я не знаю, вот просто самый теплый для меня, самый родной, самый любимый человечек, ну, как бы ее тоже, как бы не стало, тоже перед тем, как ее не стать, мне снился подобный сон, ну и так далее, не буду уж всех перечислять, в общем, вот такое вот меня посещает, не знаю, зачем мне это, к чему мне это, ну, вот такое вот происходит со мной. Пока я вам отвечала на второй вопрос, я уже практически домыла верх кухни, это не может не радовать, вот я вам уже говорила, собиралась я на то, чтобы ее помыть очень-очень долго, все никак не решалось, никак не решалось, но наконец-то все-таки разбив эту работу на несколько, как бы, частей, на несколько этапов, я все-таки это сделала, я прям безумно рада, безумно довольна, когда я мыла верх, вы знаете, внутри шкафчики, и, конечно же, я из каждого шкафчика вытаскивала все содержимое, все там протирала, каждый шкафчик практически вообще идеально чистый, единственное, где я увидела такие нормальные загрязнения, это был самый верх, ну, как бы крыши, да, этих шкафчиков, там был огромный слой пыли, я прям его вымывала, вот, и получается вот этот вот шкафчик, который над вытяжкой, и там, получается, внутри вытяжка вот эта черная, и она тоже была прям в толстенном слое пыли, а вот так вот внутренности всех шкафчиков были достаточно чистые, ну, достаточно было просто пару раз махнуть влажной тряпочкой, и все хорошо, просто подосвежить, этот шкафчик я вообще внутри практически не мыла, там чистая сухая посуда стоит, только лишь помыла дно, ну, и боковые дверцы, ну, и заодно уж раз помыла кухню, решила залезть наверх и помыть вверху микроволновку, и помыть вверху холодильник, тоже как бы смахнуть пыль, так как увидела, сколько пыли наверху на шкафчиках, на крыше шкафчиков, так же подумала, ну, наверное, на холодильнике тоже этой пыли будет предостаточно сверху, и на микроволновке, так как, ну, обычно, как бы, знаете, вот эту лицевую часть я постоянно подтираю, внутри тоже, если что-то там это, а наверх это, ну, как-то не так часто руки заходят. Кто молодец? Люба молодец! Все! Кухня наичистейшая! И сверху, и снизу, и везде! Все, кухонька чистая, я с собой безумно довольна, просто супер! Но есть у меня еще не приготовилась, макароны практически доварились, а тут еще пока надо подождать рулетики. Тут хотела вам заснять итоговый результат, значит, у меня опять боковой кадр, какой-то кривой косой, ну, в общем, было очень-очень вкусно, рулетики просто бомбические, томленые в этой сметанке. Мы поужинали, и вообще ничего не хочется! Расслабила, да, сынок? Скажи, ничего не хочется! А вообще, если честно, у меня еще на сегодня было в планах убрать елку. Как бы не хотелось с ней расставаться, но я понимаю, что надо. Как бы праздники уже все закончились, и Рождество, и Старый Новый Год уже все прошло. Елочку надо убирать, и морально уже готовиться к весне, да, Дим? Будем готовиться морально к весне. И я вот поела, так было вкусно, очень-очень-очень вкусно! Вот эти макарошки, пропитанные вот этим сметанным соусом, это просто восхитительно! И вообще ничего не хочется! Дим, где взять сил? Где взять сил? Надо елочку убрать! Будем убирать елочку с тобой? Будем с тобой убирать елочку? Баловень мой! Могу, как мне себя взять в руки? Ну, кто мне скажет? Давай, Люба, давай! Это последнее на сегодняшний вечер дело! Убрать елочку, и все! И на сегодня я буду молодец! Да, Дима? Съелочка, а не, не съела, еще лежит! Ладно, все, беру себя в руки! Фух, приступила я за это такое, так скажем, не суперлегкое дело! Разбор елочки! Но, что хочется сказать, разбирать ее было все равно гораздо проще, чем собирать! Чем вот это вот, сколько я помню, у меня весь день ушло на то, чтобы ее нарядить, собрать, распушить! Конечно, обратный процесс, он гораздо был быстрее! Сняла звезду, сняла с нее игрушки все, сразу стала их раскладывать по коробкам, по ящикам, ну, желтые к желтым, красные к красным, и потом принялась за самое сложное, что было в разборе этой елки, это обратно намотать на бобину эту гирлянду росу! Роса, как вы помните, у меня там наряжалась просто, не пойми как, то есть что-то я накручивала, что-то просто комками, кусками накидывала на нее, вот, и я понимала, что, наверное, это будет не так просто ее обратно собрать! И вы знаете, как мы потом с мужем поняли, все бы было просто вообще элементарно, за исключением одного момента в самом начальном этапе, который, ну, вот я не знаю, как так получилось! В общем, конец этой гирлянды, он у меня был на самой макушке, я знала, он там, ну, как бы, вот, где звезда, там был у меня конец гирлянды, ну, как бы, соответственно, начало рулона, чтобы ее заматывать! Но в итоге, я не знаю, как так получилось, когда я сняла эту звезду, то этот конец, он куда-то исчез, вот, просто его не было, вот, ну, чтобы вот откуда начинать, да, мотать вот этот вот кончик гирлянды! И я ее уже, вот этот вот, знаете, я ее распутываю, я ее снимаю и снимаю, я не могу найти этот кончик! В итоге мне пришлось позвать Сашу, я говорю, Саша, помоги мне, у меня ничего не получается, я не могу найти кончик, он потерялся! И мы, получается, столько этой гирлянды с елки сняли, все искали, искали этот кончик, но в итоге Саша мне помог, нашел его! Ну, и потом уже, конечно, как бы, вот, просто намотать ее на бобину обратно было несложно! Единственный, опять же, момент, вот, когда мы вот кучу этой гирлянды сняли, чтобы искать этот кончик, некоторые, там, в одном месте эта гирлянда немного спуталась, и я потратила, как бы, небольшое количество времени, чтобы вот распутать этот момент! А так, в целом, она достаточно легко, хорошо наматывается, то есть, что хочется сказать, не важно, как вы ее накидываете, накручиваете! Вот, если у вас есть в руках кончик, ну, начало, так скажем, этой гирлянды, то намотать ее обратно на бобину все достаточно просто! Ну, видно, куда он дальше идет, да, какой ветке он сейчас пошел, какой ветке этот кончик сейчас идет, и вы, как бы, вместе с этой бобиной идете, идете, вот, этот процесс, что мы ищем этот кончик, найти его не можем, вместе с Сашей его ищем, и вот Саша мне пытается тут его найти, и, получается, вот, он снял большое количество гирлянды, и она потом между собой немножко запуталась, ну, вот, то, что я вам говорила! Ну, а так, говорю, в целом, процесс был, ну, все равно, конечно, не быстрый, в любом случае, как бы, я потратила время на этом, мотала ее, мотала, 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 Димочка со мной рядышком бесился, веселился, как мог, вот, ну, и под конец уже, когда я ее доматывала, там, Саша ко мне пришел, говорит, давай я тебе помогу, и под самый конец, получается, Саша ее наматывал на бобину, а я стояла рядом, помогала, Светочек снимала ее, ну, чтобы быстрее процесс шел, ну, и все, мы ее размотали, потом убрали эту елочку, ну, разобрали, сложили обратно в коробку, и, как бы, на этом все, праздник Новый Год и закончился, ждем с нетерпением следующего Нового Года, чтобы опять любоваться этой красотой. Ну, а пока мы будем все это делать, там я еще параллельно буду вам показывать, как бесится Дима, снимать его, вот, будете наблюдать, как я наматываю эту гирлянду, как тут у нас играется сыночек, все это будете наблюдать, а я буду в это время вам отвечать еще на вопросы, ну, насколько успею, не знаю, так, давайте, следующий вопрос. Люба, а бывало такое, тебе кто-нибудь даст хороший совет, а ты последуешь этому совету, и потом думаешь, елки-палки, как только меня могли развести на такую глупость? Очень такой интересный, веселый вопрос, вы знаете, ну, вот так вот, чтобы когда мне что-то советуют, там, ну, не знаю, мои друзья, либо даже вы, зрители, да, бывает что-то, пишите какой-то совет, и я им воспользовалась, и прям была очень сильно разочарована, ни разу такого не было. Но у меня такое было, знаете, когда, когда бывает в интернете что-нибудь листаешь, и там вот бывают, ну, какие-нибудь видеоролики с лайфхаками, ну, то есть в ТикТоке, да, коротенькие ролики, и там какой-нибудь лайфхак показывают, что вот, если сделаете вот так вот при готовке, то у вас там, я не знаю, ну, не знаю, вот так вот будете нарезать лук, плакать не будете, или вот так вот это сделаете, у вас прям будет супер вкусный обед, или еще что-то. Ну, бывает, знаете, да, какие-то вот лайфхаки там выходят в ТикТоке, и бывает даже вот смотришь, ну, какой-то лайфхак, думаешь, о, прикольно, надо попробовать обязательно. И у меня не раз такое было, что я что-то пробую из вот этих вот лайфхаков, которые рекламируют в интернете, и по факту я понимаю, что, ну, нет, ну, нет, ну, это вообще фигня полная, вообще, вообще даже рядом ничего не получается, только как они показывают. И, ну, я разочаровывалась в том, что зачем я их вообще послушалась, зачем я вообще это делала. Ну, были такие моменты, и были еще несколько раз, когда бывает какой-нибудь праздник или что-то, и думаешь, ой, ну, уже какие есть в голове, которые там мне знакомые рецепты поднадоели, думаешь, надо зайти в интернет, поискать какие-нибудь новые рецепты. И вот начинаешь пробовать какие-то новые рецепты с интернета, каких-нибудь закусок, каких-нибудь салатов, либо горячего, либо еще чего-то. И часто было такое, что в интернете там, допустим, этот салат так расписывают, попробуйте обязательно, это вообще будет просто шедевр на вашем столе, все его гости будут есть с удовольствием, это невероятно вкусно, и я вам там советую. И в итоге я взяла этот рецепт с интернета, готовлю дома там на какой-нибудь праздник, и мы все понимаем, что это вообще невкусно, вообще такая вообще фигня полная. Этот салат или это закуска, или как в фильме говорится, какая гадость, это ваша заливная рыба. Вот бывает такое же, что ты приготовишь с интернета новое, незнакомое, и оно оказывается вообще невкусно. Одно еще дело, что кому-то что-то не понравилось, другое дело, когда даже ты понимаешь, что это реально вообще такая ерунда. И вот осознание, что я испортила продукты, что я зря на это блюдо перевела столько продуктов, и деньги потратили, и все, и в итоге это даже есть никто не стал. Вот такое вот было. Вот советы с каких-нибудь интернетов бывало такое, что меня подводили. Итак, давайте следующий вопрос. Какое у тебя было в жизни самое большое приключение? Вы знаете, у меня в самом-самом начале, когда я только-только завела свой канал, я снимала, ну, просто видеоболталки, у меня еще тогда особо не снимались никакие влоги, я как-то стеснялась вот прям вот жизнь снимать, и обычно сидела просто каким-нибудь, ну, историей жизни рассказывала, что-нибудь такое. И вот в самом-самом начале ведения канала была эта история, которая у меня была прям с супер-пупер приключениями, и я ее рассказывала. Вот, ну, я, конечно, понимаю, что тогда у меня зрителей вообще практически не было, когда выпускалось это видео, у меня подписчиков было 20 или 30, ну, и то, наверное, эти 20-30 были какие-нибудь мои родственники, моя мама там, сестры и так далее. Вот, и я уверена, что все вы, кто сейчас смотрит мое видео, вы вообще не видели это видео, и не в курсе этой истории моего приключения. Это случилось, история такая, ну, вообще, просто вот, знаете, когда в один день или даже не в один день, а в одни сутки с тобой происходит просто тысяча событий, и одно сменяется другим, и ты просто еще от первого события не успела отойти, а тут уже второе событие нагрянивает, ты только от второго отходишь, тут же третье, и все это за одни сутки. Ну, в общем, слушайте, интересная такая история была. Получается, студенческие года, мама у меня жила в деревне с папой, ну, как бы с сестренкой, вот, и, получается, я училась в Борисоглебске студенческие года, а мама, ну, жила в деревне, и, естественно, на летние каникулы я приезжала к ней. И вот мы, получается, с моей двоюродной сестрой приехали к моей маме в гости, ну, и все, как бы, летние каникулы провели у нас в деревне, и, получается, уезжать за нами приезжают родители моей двоюродной сестры на машине. Ну, что, все, давайте, ну, как бы, там, 1 сентября буквально должно уже было быть послезавтра. То есть уже все, надо идти учиться, так скажем. И они, ее родители, приехали за нами на машине забрать нас, а мы такие с сестрой, нет, ну, как же так, мы еще ни с кем не попрощались, тут наши друзья, мы с ними даже не попрощались, Света, ну, пожалуйста, ну, можно еще хотя бы один вечерочек, мы тут побудем. Ну, и они такие, в общем, жалились над нами, мы очень-очень это упрашивали, и они такие, ладно, оставайтесь. И, в общем, получается, как мама такая говорит, ну, ладно, раз вы все равно едете в Борисоглебск, давайте тогда я с вами на машине поеду в Борисоглебск, ну, как бы в гости, да, побуду у вас в гостях там недельку, и потом обратно на автобусе приеду. А девчонкам, ну, то есть мне и моей двоюродной сестре, они нам оставили денежку на билеты на автобус, чтобы мы на автобусе приехали с этой деревней в Борисоглебск, и плюс оставили нам денежку на вечер отдохнуть с друзьями, так скажем, потусить, повеселиться, попрощаться. Ну, и все, и, получается, они такие говорят, ну, раз мы на машине, вы собирайте все вещи, которые у вас есть, пакуйте нам в машину, чтобы вам на автобусе не тащить тяжелые сумки, оставьте себе вот чисто в чем вы поедете, ну, и буквально там вот в чем вам сейчас там ночь спать, что с собой заберете потом, и все, а все основные вещи все упаковывайте нам в машину. И, получается, на мне были бриджи, на бриджах по бокам были такие большие карманы, и те деньги, которые нам дали на билеты на дорогу, плюс на то, чтобы как бы отдохнуть вечер, да, в этой деревне, я их положила в эти бриджи в карман, а когда они сказали, собирайте все вещи, которые, ну, как бы это, чтобы вам с собой не везти, я без задней мысли сняла эти бриджи, осталась лишь в домашнем халате, и оставила себе, ну, такую нарядную одежду, в которой поеду, да, в дорогу. И, получается, сняла эти бриджи и упаковала тоже в багажник в машину. Ну, и все, родители трогаются, уезжают. Уезжают, и мы такие, о, класс, сейчас будет супер вечер, отдохнем, просто супер. И тут я, ну, в эту же секунду я понимаю, что деньги, деньги на дорогу, на все, ну, деньги уехали в машине, в багажнике. Я сестре ору, блин, деньги в машине! А они должны были, получается, перед этим заехать к одним людям в нашей деревне, купить у них козу, потом поехать в другую деревню к нашей бабушке, отвезти им козу подарить, ну, бабушка там просила, и потом только ехать на Борисоглебск. И мы знали, что они поедут сейчас вот, ну, там, к таким-то людям покупать козу. Мы выбегаем, короче, из дома, бегом, бежим к этому дому, вот, бежим, бежим, и тут навстречу какая-то эта машина едет. Я прям стою посреди дороги, ору ему, стой! Мужчина останавливается, ничего не поймет, я, знаете, дверь открываю, запрыгиваю в машину, сестра тоже запрыгивает в машину, и я ему ору, вперед, заказай! Он ничего не поймет, я ему кричу, пожалуйста, быстрее едь! Ну, уже в дороге мы там все объясняем, подъезжаем к этому дому, оказывается, они уже козу купили и уже уехали на деревню. Я ему кричу, пожалуйста, вези его нас вот в эти поля там на деревню к бабушке! Он до полей доехал, ну, говорит, на горизонте машины нету, до самой деревни я не поеду, у меня, говорит, нет бензина, извините! Ну, как бы, если бы она вот тут вот была прям на горизонте, что мы ее видим, что вот она едет, я бы ее догнал, а так нет, я не поеду так далеко! Ну, и, в общем, он нас отвез обратно, и мы ни с чем вернулись, что делать, мы вообще в шоке, не знаем, как быть дальше, денег нету, ни на дорогу, ни на что, вообще денег нету! Ну, в итоге я говорю, ладно, это, идем на работу к маме, мама тогда работала в баре поваром, вот, и мы пришли туда, в этот бар, и я, как бы, ее коллегам, ну, рассказала всю ситуацию, то, что, пожалуйста, займите нам денег, так и так, все это объяснила, я говорю, мама приедет через неделю с Борисоглебской, она вам отдаст! Ну, как бы, они, и мамины коллеги, они мне заняли, но уже, знаете, денег было строго на билеты на дорогу, то есть лишних денег вообще не было, ну, у них не было, как бы, сильно большой суммы, чтобы нам занять, они вот нам заняли, вот, вот, чисто на билеты! Ну, мы, как бы, ладно, уже, как говорится, без гулик, без отмечаний, хотя бы на билеты есть, и это уже хорошо! Утром, как бы, нам надо было идти на автобус, в итоге, утро, и мы просыпаемся с мыслью о том, что мы проспали, мы проспали, автобус в эту деревню заходит только утром и вечером, а нам надо было с этой деревни сначала приехать в город Михайловку, и уже в Михайловке, ой, на автовокзале садиться на другой автобус, который уже везет на Борисоглебск, и мы, получается, вот этот, который приезжает утренний автобус в деревню, мы его проспали, мы, ё-моё, проспали автобус, что делать? Мы летим, короче, ничего не понимаем, ну, сестра говорит, ну, что делать, пошли на трассу ловить попутку, в итоге мы идем на трассу, ловим попутку, там какой-то мужик соглашается в итоге, ну, что он тоже ехал на эту Михайловку в город, соглашается, отвез нас в этот город, мы приезжаем, идем на вокзал, и оказывается, что лето, и как бы в летний период автобусы ходят только по четным числам, а это было нечетное число, и мы понимаем, что автобус не идет, в итоге, ну, что делать, мы опять не знаем, мы решили ехать на поезде, пришли на ЖД вокзал, и получается, у сестры паспорт был с собой, у меня паспорта не было, мы такие, ну, что же делать, без паспорта нам билет не продадут, мы решили договориться там с бабулькой, увидели какую-то бабульку на этом ЖД вокзале, чтобы она на свой паспорт купила билет, ну, как бы мы купим билет на ее паспорт, и как бы нам вот нужен билет, а паспорта нету, мы договариваемся с этой бабулькой, она нам дает свой паспорт, мы отдаем кассирше два паспорта сестры и этой бабульке, говорим, нам два билета до Борисоглебска, Она нам их пробивает и говорит, с вас там 500 рублей, а у нас всего было 400, мы такие, ой, извините, нам не хватает, она такая, в смысле не хватает, я уже пробила билеты, я вам не верну паспорта, пока вы не отдадите мне деньги. Бабуля сидит вообще в шоке, мы ее паспорт собрали, нам его не возвращают, мы там начали реветь, причитать, пожалуйста, тетенька, отдайте нам назад паспорта, пожалуйста, в итоге она, ну, психанула, отдала нам эти паспорта, мы вернули бабульке паспорт, хотя я не знаю почему, но мы тогда даже не догадались, что нас бы все равно не пустили на поезд по чужому паспорту, мы бы все равно не смогли уехать, даже если бы нам пробили этот билет. И мы такие расстроены, на нас все смотрят, ну, там вот же это все было шумно, громко, мы там ревели, вымаливали назад паспорта, на нас в итоге все оборачиваются, все смотрят, нам уже неудобно там сидеть, мы возвращаемся обратно на автовокзал, сидим там, ну, думаем, ну, ладно, что делать, будем ночью сидеть на автовокзале, потому что на обратную дорогу до деревни и потом утром, чтобы обратно приехать в Михайловку, нам тогда не хватит опять же на билеты на автобус, и мы решили останемся ночевать прямо на вокзале. Автовокзал закрывается, и получается, ночевать, ну, как бы сидеть можно лишь на улице на лавочках, тут идет бомж, мне сестра говорит, вот смотри, вот тут будет спать этот бомж, и мы будем рядом с ним спать, я все, я опять в слезы, я не буду спать с бомжом, я боюсь, я не останусь тут на всю ночь. И в итоге, представляете, приезжает наш автобус, оказывается, что в летний, ну, как бы уже летний период, к сентябрю график сменился, и он ходил ежедневно, и то вывеска, которая была, что он ходит только почетным числом, она уже оказалась недействительной. Приехал автобус, мы в него сели, и просто не верили своему счастью, что наконец-то мы приедем в Борисоглебск. Вот такое вот было приключение у нас. Что ж, это последний вопрос, на который я успела вам ответить. Убрали мы елочку, собрали все игрушки, все упаковали. Буду на этом с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до скорых встреч, всех люблю, целую.